МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Животных у нас много. В основном это кролики, хомячки, мелкие животные. Но есть и козы, овцы, которые на долгую зиму нашего собственного урожая не хватает. Партизаны в тылу врага. В Лиссасибирске прошла историческая реконструкция Великой Отечественной войны. И нужно, чтобы они знали, как выглядят немцы, как должен выглядеть враг, противник. И, собственно, поэтому и существуют военно-исторические реконструкции, поэтому существуют вот такие ребята, как я, допустим. Летом большую часть времени в детском саду дети проводят на улице. И чем больше на площадках разнообразных игровых локаций, тем отдых интереснее. Но зачастую без помощи родителей не обойтись. Так в 32-м саду сегодня появилось много новых объектов для игр. Например, вот такой кораблик и домик с собственного участка привезла и установила семья Прохоренко. У нас вот папа делает такое для дочери. А так как мы ходим в сад, мы решили поделиться от себя, от души всей. Потому что такое отношение к нашим детям и с тем, что они проводят здесь больше времени, чем дома. И мы готовы и свою собственность, и сами бы здесь с ними проживали все события, но работа. И дочка тоже не против поделиться. Играть в домики в саду с подружками оказалось гораздо интереснее, чем дома. После садика я прихожу в свой дом. Я не могу поиграть. У меня нет времени, чтобы поиграть в домики. А тут у меня есть весь день поиграть тут в домики. Оба объекта, выполненные из дерева, и смотрятся интересно и современно. Они вдохновили руководство детского сада на создание общей для всего учреждения современной игровой площадки из экологичных материалов по типу южноафриканского Кейптауна. Идею поддержали родители из разных групп. Был участок свободный, да, и на нем располагались малозначимые такие объекты, нефункциональные. Там еще с советских времен какие-то грибочки из железа, какие-то деревянные бревна там навалены были. То есть было травмоопасно играть на этом участке детям. Провели общесадиковское такое собрание среди родителей. Значит, обсудили вообще, что можно здесь было построить, что нельзя, что нам это встанет. Значит, ну и решили все разгрести. И потом уже различные варианты начали выкладывать в общую группу, создали в Вайбере группу. Вдохновение искали в интернет-сети и остановились на варианте вот такого многофункционального игрового комплекса. На инженерные расчеты, чтобы было все безопасно для детей, ушло еще около недели. Но требовались материалы, средства на закупку нашлись уже в самом саду. В прошлом году в детском саду начал работать центр компетенции «Шаг в будущее». Мы начали учить педагогов из разных городов России, как работать в новых образовательных форматах. Стажировки приносят небольшой доход детскому саду. Часть затраты мы оплачиваем педагогов, которые тратят дополнительные усилия для того, чтобы встречать гостей, проводить такие содержательные стажировки. А вот часть средств поступает для развития детского сада. В итоге родители работали все лето, по вечерам после работы в выходные пилили, строгали, красили. А кто-то и обед на всех готовил. И сегодня игровой комплекс уже почти готов. Всего было затрачено 211 мама-часов. И я уже посчитал трудоемкость этого объекта. И 1113 папа-часов. То есть вот так вот он выстроился, такой объект у нас. Впоследствии здесь еще появятся качели, гамаки и другие интересные объекты. А пока идет голосование за новое название Копарка. Жители Иканска приглашают обсудить благоустройство общественных пространств. Там, как и в других городах края, готовятся к Курбанфоруму, участие в котором смогут принять абсолютно все желающие. 4 сентября в 6 часов вечера в музыкальной школе будут говорить о проектах четырех зон отдыха, которые победили в опросе весной этого года. Это площадь имени Коростелева, территория возле молодежного центра, площадка у библиотеки имени Кисловского и сквер Ленинские горки по улице Декабристов. Все эти зоны планируют поэтапно благоустроить в рамках федеральных программ «Городская среда» и «Малые города». У каждого в голове есть какие-то наброски, но можно сказать, что мы в начале пути. Если по площади Коростелева мы работаем, мы понимаем, что жители хотят больше озеленения, больше фонтанов, больше каких-то малых архитектурных форм, больше освещения, больше стекла и дерева. То по остальным пространствам это полностью наша фантазия. Я думаю, что все-таки жители откликнутся и придут на наши мероприятия. Это очень важно для нас, для всех, для жителей. Только все вместе мы можем сделать наш город комфортным, удобным для проживания. Как сообщили в администрации города, приветствуются любые идеи. Можно приходить со своими презентациями, если таковые имеются. Все проекты будут доработаны профессиональными архитекторами. В Красноярском крае планируют возобновить пассажирское авиасообщение «Красноярск-Енисейск-Северо-Енисейск». По словам специалистов, для этого есть все условия. Аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной более двух километров. Когда-то здесь принимали воздушные суда Як-42 и Ту-134. Но в начале двухтысячных, в период кризиса, полеты прекратились. Пока из воздушной гавани северного городка выполняются только рейсы санитарной авиации, авиалесоохраны и ряда других структур. Шушенская ждет гостей на День картофеля. В этом году праздник пройдет 21 сентября. Организаторы подготовили много конкурсов по различным номинациям. Одна из них – урожайность с куста. Заявки на участие принимаются в администрации поселка или по телефону, который сейчас на экране. Срок – до 19 августа. После чего комиссия поедет в гости к конкурсантам, чтобы провести выкапывание картофеля. На каждого садовода не более трех кустов. Овощи взвесят. Чей урожай окажется больше, тот и победит. Результаты подведут в день праздника. Детский эколого-биологический центр проводит акцию «Доброе сердце». Горожан просят приносить в ДБЦ излишки урожая. Юнаты и сами выращивают овощи для своих питомцев. Но этого объема на всю зиму, увы, не хватает. Обращаемся ко всем жителям, отнеситесь по-доброму, потому что действительно животных у нас много. В основном это кролики, хомячки, мелкие животные. Но есть и козы, овцы, которые на долгую зиму нашего собственного урожая не хватает. И если вам не жалко, то поделитесь с нами то, что у вас остается не у дел. Зародилась акция еще в 2010 году. Первое время жители несли совсем немного овощей, но уже в 2017 юнатам передали около полутонны кабачков, картофеля, свеклы и моркови. А в прошлом году для животных оставили свыше тысячи килограммов различных кормов. Все это более 30 видов восстатых и пернатых обитателей съедают за зиму. Морковку, свеклу, кабачки, огурцы даже, может, у кого-то уже переросли, капусту. Но только не надо отдельные вот эти листья, хлопья приносить. Просто если кочаны маленькие, как бы неплотные, то их можно принести. И если есть желание, можно принести крупу, потому что здесь у нас есть рабочие по уходу за животными, которые готовят им вкусные блюда, угощают и, конечно, добавляют туда крупу. Принести овощи и крупы можно в любой день, позвонив заранее на вахту учреждения по телефону 76-2354. Детский эколого-биологический центр находится по адресу Сибирская, 19. Завершится акция «Доброе сердце» 20 сентября праздником «Золотая осень». При фронтовой лагере военнопленных немцы и партизаны. На некоторое время даже забываешь, что это лишь реконструкция тех страшных эпизодов Великой Отечественной. В городской парковой зоне «Березки» развернулось настоящее зрелище. В кузове грузовика наших привезли в логово врага, где их осмотрел доктор, а дальше судьба каждого становится неизвестна. Но на помощь приходят партизаны. Оказывается, что наши сибирские полки и конкретно 17-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в освобождении Смоленщины. А эти места как раз были насыщены партизанами. То есть в тылу врага действовали партизаны. И как раз во время наступления, уже 43-й год, когда гнали уже фашистов с нашей земли, происходили подобные такие ситуации, когда лагеря их разрушались, в которых как раз готовили пленных на отправку в Германию. К реконструкции партизаны в тылу врага члены клуба «Гренада Сибири» начали готовиться еще в прошлом году. Участие в эпизоде приняли все желающие. Они тщательно обдумывали каждый образ. В принципе, надо показать людям, как говорится, не только себя, но и своих врагов. Это первое. Второе. Мы стараемся в реконструкции как можно точнее представить ту формулю, ту одежду тех времен. Потому что там есть очень много нюансов. Вот сейчас современные фильмы смотришь. Ну вот сейчас, в частности, вот фляжки. Показывают солдатские фляжки. Во время войны они были, так называемые, пятивитковые. Сейчас трехтвитковые. Котелки. Раньше уши были так во время войны. Сейчас по-другому. Пилотка. Из одного было материал. Сейчас вот современный один материал, во время войны другой. Вот мы хотим, чтобы показать, чтобы все-таки, чтобы вот в те времена была вот именно вот такая форма, чтобы люди не ошибались. Нужно, чтобы они знали, как выглядят немцы, как должен выглядеть враг, противник. И, собственно, поэтому и существуют военно-исторические реконструкции. Поэтому существуют вот такие ребята, вот как я, допустим, которые, собственно, более подробно подбирают образ и демонстрируют его людям. Посмотреть на реконструкцию исторического события пришли и взрослые, и дети. Каждый зато и в дыхании наблюдал за происходящим. Ведь такое видишь не каждый день. Пули выстреливали, оглушало немного. Но ты сопереживала участников? Немного. Даже немного страшно было. Очень интересно было посмотреть. Ребята молодцы. Хорошо постановку сделали. Прекрасные костюмы. Так что это необходимо. И для молодежи, и для всего, и для памяти. Клуб военно-исторической реконструкции «Гренада Сибири» нередко проводит подобные мероприятия. Каким будет следующее, пока остается в секрете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин